Собака-поводырь Планшет – это не просто прихоть, она у нас является планшетом, телефоном, смартфоном. Они у нас являются средствами технической реабилитации, потому что с помощью этих аппаратов наши инвалиды могут и читать текст с помощью определенной программы, также пользуются навигацией, даже есть программа распознавания купюр. Библиотека F3715, браузер. Такие говорящие помощники озвучивают каждое действие незрячего пользователя, поэтому они с легкостью могут ориентироваться в меню, выбирать нужную опцию или приложение. Можно позвонить на какие-то определенные ресурсы, можно закачать информацию, можно в конце концов пользоваться этим планшетом как аудиокнигой, можно узнать какая температура сегодня на улице, как позвонить в определенную организацию. Навыками работы с такими устройствами незрячий может овладеть за 5-6 занятий. Обучающие курсы проходят на базе Одинцовской библиотеки номер 2 и проводит их автор планшетной программы, член Всероссийского общества слепых Виктор Проняшин. Благодаря администрации муниципалитета полезную технику получили 4 слабовидящих жителей Одинцова, но эта акция не последняя, будут и еще. Это определенная благотворительность. И мы, безусловно, подыскиваем благотворителей, которые Андрей Роберт и инициирует вот такие моменты для того, чтобы люди получали технические средства, которые смогут их вывести на новый уровень и на новое качество жизни. В жизни Юрия Алексеевича первый компьютер появился еще в 2003 году. Как он говорит, на освоение современных гаджетов его сподвигли внуки, для которых такая техника сегодня стала лучшим другом. Теперь пенсионер может играть с ними в шахматы и почитать сказку на ночь. Главное, что эта программа дает незрячему возможность не приглядываться вот так вот, искать мозг, пачкать компьютер, а просто вот и в палец ставить. Яндекс, библиотека, браузер, галерея. И даже незрячий, хоть я вот с подглядом, галерея, он может нажать на галерею и показать фотографии и себе, и своим близким. Смартфоны, планшеты и другие технические средства не только упростили жизнь слабовидящих людей, но и сделали их мир более разнообразным и интересным. Он стал похож на повседневную жизнь обычного человека. И теперь даже незрячего можно назвать продвинутым пользователем, идущим в ногу со временем. Влада Шишова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».